Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunts TD-6. И в этой серии я не буду проходить испытания зрителей, я хочу совсем, ну хотя бы немножечко отдохнуть от них, а то как-то последние все серии шли, что я их проходил и проходил, и проходил, и проходил, но при этом я все равно не против, чтобы вы писали комментарии на новые испытания, чтобы я потом отсматривал и в скором времени начал проходить. В этой серии я хочу попробовать пройти нашего нового Шарнариуса, который как раз-таки сегодня вышел, то есть вот только до 4 дня, я даже еще не пробовал ничего, здесь вот у нас карта машинки и дротики, сейчас посмотрим, может быть она что-то получит. Также, кстати, я начал копить деньги, очень много и быстро довольно-таки накопил, и несколько достижений получил, выполнил, секретные я никакие не выполнял, и даже не смотрел, не знаю, что они должны, как они вообще называются, и что для них надо сделать. Также вы можете посоветовать в комментариях или написать обзор на какого героя, вот не купленного, вы бы хотели еще посмотреть, то есть для меня это было бы интересно. А так давайте пока будем начинать, посмотрим, я не знаю, как у нас вообще получится, я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Так, сначала, наверное, просто сюда бен поставлю, сейчас все сразу же первое дается бесплатно, и я не знаю, может быть мы сразу же тогда на Бенджамин накопим, сможем ли мы вообще это сделать, в принципе должны. 50 хп всего? Жесть, я как-то не обратил на это внимание вначале, а ведь это что-то так мало. Кстати, хочу вам сказать одну новость в том, что анонсировали помимо нового босса Лич, вот если что, я сейчас как раз-таки попробую вам отобразить на экране его, также... Ой, надо, кстати, прокачать немного. Также анонсировали нового Парагона, и вы не поверите, кто это будет, это будет Ниндзя. То есть прям, меня это на самом деле удивило. Также сейчас попробую отобразить его скрин, который скинули на официальном Твиттере разработчиков, поэтому если что, то можете подписаться на него, посмотреть. Это не сложно на самом деле гуглиться, я просто пишу Blunt CD6 Twitter, и там как раз-таки Ниндзя Киви разработчики, это уже официальный сразу же. И там вот они выкатили арт на Ниндзя. Самое удивительное, что мне действительно оказалось, что они будут по порядку идти, что следующая, например, будет пушка какая-нибудь, или может быть шпилькомет. А по итогу вообще так вышло. Ну и не против, так-то прикольно. Будет интересно, что они сделают для Обезьяны Ниндзя. Когда она выйдет, мы обязательно попробуем, знаете, вот так сразу же взять, и заснять видео о ней, вот посмотреть, насколько она вообще сильная. Так. Пока что мы вроде бы справляемся. Я, может быть, даже сразу же у нас одну ферму, слушайте, поставил. Потому что пока проблем прям таких у нас нет. А деньги нам нужны будут, это точно. Так. Вот, я, наверное, буду качать рынки. Я не знаю, как это работает ли в режиме против Блунариуса. Но я прокачал в знаниях, что каждый раунд рынок дает плюс одну жизнь. Плюс одну жизнь. Казалось бы, это не так много, но, знаете, это хоть что-то. И это уже здорово, как по мне. А деньги-то хорошо, начали отец, слушайте. Плюс там еще Бензами. Почти 2000 уже принес. Ого. Банановая ферма, конечно, еще там далеко. Чтобы нормально что-то приносить. Но вот когда мы дойдем до рынка, будет уже намного лучше. То есть 2900 стоит. Недорого. То есть у нас уже осталось меньше 1000 взять. А пока что наша обезьяна с дротиками, к счастью, со всеми справляется. Вот все, кстати. Теперь у нас даже уже и рынок есть. И будет прибавляться хоть какая-то жизнь со временем. Плюс Бензамин, кстати, на каком-то своем уровне будет ведь выдавать дополнительные эти... Дополнительные жизни. Там вроде максимум он 100 может добавить. Я забыл, извинялся ли я перед вами, что я давно видео не выкладывал. Просто как-то так это все забыл. Вы, может быть, по голосу еще заметили, но я охрип. Потому что я немного приболел. Сейчас вроде бы у меня уже получше. И то есть... Сейчас буду стараться видео выкладывать. Я еще вчера хотел видео выложить. В общем, как я снимал видео, но не смог до конца все сделать. И при этом у меня вчера было день рождения. Да. И я в него... Ну, во время дня рождения снимал видео для вас. Так. Хочу вот тут шпулькомет проводить поставить. По-моему, дурацкое место. Что-то я уже засомневался, что я его здесь поставил. Давайте вот продадим потом здесь вот мощность. Так. Я лучше вот здесь все поставлю. И вот так вот сделаю. И то есть я вот снимал. Ну, как-то неудачно все вышло. У меня под конец уже и гурла очень сильно заболела. И все. Я закончил съемку. Ну, ну, сегодня вроде бы мне уже полегче, чем вчера. Так. Нам тут надо обязательно обезьяну Некроманта. Блин, первый Блунариус уже через 10 раундов. Уже через 9 даже. Что бы нам тогда поставить-то? Чтобы хорошо урон наносить. Я бы не сказал, что он пока что-то такие сильные. Хотя, ну, бонная новая фирма. Я прям рад, что мы ее вместе с Бенджамином в самом начале поставили. Потому что она уже окупиться даже успела. Причем так хорошо очень. Так. И вот сейчас в преддверии вот этих вот раундов мы уже будем просто, наверное, что-то прокачивать. Так, я бы вот убийцу Мак тоже прокачал. Меткий стрелок я бы тоже... Вот я знаю, что я хочу поставить. Улегчу здесь ставить обезьяну и качать ее 2 наверх, а потом все вниз. Как по мне, это прям вот очень крутой навык, когда вот она стреляет из пушки, она так много урона наносит. И очень хорошо замедляет, как по мне. Что позволяет хорошо пробить шары. Так, все, криво пушка есть. Единственное, что нам надо будет поставить снайперов. Снайперов поближе ко всем тут. Чтобы вот, знаете, здесь, если что, мы потом в рынке ставили. Мне, мой друг, посоветовал в том, что лучшая прокачка для снайперов, это не та, которую я постоянно делаю, а это 2 вверх и потом все остальное вниз. Я на самом деле не знаю, действительно ли эта прокачка такая вот крутая и такая сильная. Ну, давайте хотя бы попробуем. Не попробуешь, не узнаешь. А тут все-таки снайпер, он будет очень быстрый, типа полуавтомат. Так, хорошо. Когда он будет видеть все и при этом быстро стрелять. Мне, правда, кажется, что он будет наносить хороший урон. Тем более, против Лунариуса он нам очень сейчас нужен будет. Так, сразу скилл сдаем. Так. Усиливаю всех. Блин. Так, у него 20 тысяч сейчас. Ну, уже, конечно, 15. Так. И что, и что. Понятно. Так, первый блин комом. Сейчас будем тогда заново пробовать. Я заново попробую на 40 раунде и потом к вам приду. Посмотрим, как у нас получится. Я снова дошел до 40 раунда, но единственное, что мне не понравилось, у меня, похоже, сломалась функция автостарта. Как вы заметили, автостарт у меня отключен. Но почему-то при начале, точнее, все это время, все равно новые раунды сразу же стартовали. Я не понял, за чего это. Может быть, у меня как-то игра сломалась. Надо будет ее как-нибудь переустановить, что ли. Но в любом случае, мне что-то это не очень нравится. В итоге, ну, начнем. Я это немного по-другому поставил. Стал клеймечек, а суперобезьяну. Это все получилось потому, что я сразу же три банановых фирмы поставил. Ну, не сразу же, конечно. А старался как можно быстрее это все сделать. И, как бы, денег они принесли очень много. То есть, конечно, они тоже стоили денег все немало. Но, как по мне, они окупились. И поэтому я даже пока не знаю. Я очень сейчас надеюсь, что я успею накопить 4500 доплазменного удара. Ну, к моменту, когда мы пробьем как раз-таки вот первый уровень. И это нам поможет вот как-нибудь справиться. Потому что было бы, правда, очень здорово. Так, мы накопили. Это меня уже очень радует. Так, я бы тогда сразу же снайпера бы поставил. Раз пока у нас вот тут есть деньги. Так, и сейчас мы пробьем. Ну, давайте так, ускорим, чтобы посмотреть, как у нас тут вообще. Фух. С первым мы действительно справились. Это очень радует. Это очень мотивирует. Так, давай теперь снайпера дальше прокачаем. Просто у нас тут даже денег немного появилось. Так, фух. Со вторыми мы тоже справились. Так, все, теперь бы я лучше бы убрал. И вот, знаете, все равно вот хочу вот здесь тогда. Вот здесь лучше будет заморожено, наверное, потому что у нее тут радиус большой. И, кстати, она как раз будет очень хорошо выстреливать здесь. И замороживает всех других. И я надеюсь, нам это действительно хорошо поможет. Ух, идем. Похоже, первая волна, все, действительно, пройдена. Когда я пока больше никого не буду ставить, я лучше буду прокачивать нашу бананную фирму. Ой, ну да, бананную фирму. Так, четыре рынка есть. Сейчас желательно бы нам еще где-нибудь два поставить. Тем больше, тем лучше. Так, здесь как раз смещается, кстати. Вот, все. Первая волна пройдена. Первый класс, как тут. Второй класс. Ой, второй. Ну, короче, босс появится через два сраунда. Ну, время так-то предостаточно. Тем более, вот у нас сейчас пять рынков. Я думаю, что вот эти наши обезьяны могут спокойно пока зачистить все. И это нам даст время хотя бы, знаете, что ли еще две фирмы прокачать. И, как раз, мы будем получать очень хорошие деньги и дополнительное хп. То есть, у нас уже 132 хп. И все это благодаря бананной фирме. Вроде, Бенджамин еще не дает хп пока что. Вот, все. Теперь 10 раундов, наверное, покопим. И будем дальше это вот смотреть. Да как. Супер обезьяну, конечно, надо будет прокачать. Можно будет клеймечка прокачать, конечно. Ой, у нас тут не прокачано. Потом снайпера, да, еще качать. Так, я бы еще, знаете, вот сюда деревню поставил. Потом он прокачал, чтобы радиус не увеличенный был. Понятно. Увеличил радиус, это, ну, вообще никак не помогло по итогу. Реально обидно. Так. Обезьянный робот бы я теперь поставил. Здесь прокачал полностью автоматическая винтовка. Так-то очень было бы круто. Здесь вот еще обезьянная разведка. Было бы здорово. И сейчас будем копить на технический террор. Очень полезная прокачка, как по мне. Много силы прибавляет. Много урон, точнее. Сейчас этот снайпер будет хорошо дамажить. Благодаря прокачке вот обезьянной деревни мы теперь это... Сможем пробивать любые типы шаров, вроде бы. Да, вот, любые виды. А для этой суперобезьяны, мне кажется, это в самый раз вообще. Кстати, используем стилд, чтобы получить дополнительные деньги. И нам теперь надо еще 9 тысяч накопить. Даже поменьше. В принципе, с нашими... Как они... Рынками сейчас не должно составить какого-либо труда. Вот единственное, что обидно, это вот реально за этих вот снайперов... Ну, за этого снайпера и за ледяную обезьяну. Как бы что... Ну, совсем чуть-чуть не хватило. Так. Мы, кстати, почти накопили. Все. Начали, и теперь будем пробивать. Мне кажется, сейчас эта пробезьяна должна прям хорошую урон наносить. И она, собственно, это и делает. В этот раз у босса уже 75 тысяч хп. Я редко его прохожу. Я, честно, только на видео. Да, вот первая волна у нас пройдена. Так, уничтожили всех тут. Так, дополнительные деньги, причем умудряемся еще получать. Что меня как бы очень радует. Потому что нам так и надо. Сейчас уже вторая волна будет пройдена. 15 тысяч накопили. Надо потом нам, наверное, что-нибудь купить. Хотя бы, вы знаете, пока что центральный рынок куплю, чтобы дополнительные деньги получать. А то у меня сейчас голова не очень работает, чтобы сразу же лед у кого-нибудь купить. А так, хотя бы мы вложились, и вот сейчас нам этот рынок принесет немалое количество денег. Ну, как по мне, мы довольно-таки быстро с ним справляемся. То есть, пока что у нас еще все довольно-таки уверенно. Так, а банановая ферма, вот такая вот, центральный рынок, это прям очень круто. Причем он же уже нам дает не по одному хп, а по три за каждый раунд. Так, давайте сразу еще один купим. Они, в принципе, не прямо уж таки дорогие. 15 тысяч стоят. Зато с них мы получаем денег в 3,5 раза больше, чем у обычного рынка. Так, второй класс пройден. Идем дальше. Так, до появления опять 12 раундов. У нас прям всегда такая цифра будет. Я бы еще один центральный рынок прокачал. И то есть, вот мы прокачали 3 центрального рынка, 3 доцентральных рынков. И это мы как будто поставили штук 10 самых обычных рынков. То есть, вклад прям очень хороший. Я тут воды немного попил. Надеюсь, вам не слышно было. Так. Вот завод по производству шипов. Я тоже считаю, что он нам полезен. Я бы хотя бы, знаете, пока что просто поставлю. И вот я прокачал еще один центральный рынок. И пока, наверное, на этом остановлюсь. Сейчас мы будем просто сосредотачиваться на следующей волне. Эти рынки, что у нас уже есть, должны нам и так приносить уже прям очень хорошее количество денег. Конечно, потом еще призыв к оружию, вот этот вот, конечно, надо все прокачать. Я бы, в принципе, мы сейчас вкачал. Очень полезный навык, как по мне, но она, правда, стоит вот так далеко, что я не знаю, стоит ли она того или нет. Я тут шипы пока немного прокачаю. Вот точно, что я хочу, это обзяну адца. Вы знаете, вот как раз тут сюда поставить или вот так. Как бы поставить, чтобы она была под зоной действия деревни. Прямо миллиметра не хватает. Почему так всегда, вы знаете? Еще чуть-чуть. Так. Вот. Сейчас как раз еще будет дополнительный урон. Идти хороший, причем. Уничтожатель маап можно бы еще прокачать. Я не знаю. Стоит ли, конечно, сейчас это делать? Так. Для его шланг я бы точно прокачал. Вот пробивание сосульками. Вот я, наверное, сейчас на него накоплю. Пробивание сосульками очень полезный скилл. Точнее, как прокачка для ледяной обезьяны. Потому что, когда я... Я как-то прокачивал, знаете, ее и не обращал внимания. А постоянно, когда потом следил или проверял, сколько она пробила шаров, там прям видно, что очень большое количество. Так-то. То эта обезьяна как бы сильная. Мало того, что она всех и замораживает при этом. Так. В этом смысле деньги. Считает келлу. Супер обезьяна ее занол. Не знаю зачем. Так. Все. Пробивание сосульками есть. Надеюсь, что мы готовы к следующему раунду. Не знаю, может быть, как-нибудь алхимиков поставить, чтобы он потом всем зелье кидал. Так, он так сделает. Бросает зелье и атакует быстрее. Ну вот, все, в принципе, так много вкачали. И сейчас у нас пойдет уже наш этот нелюбимый челик. 350 тысяч. Вот тут-то это жестко. Поэтому сейчас я на следующий случай буду копить на принца тьмы. Нам, в принципе, совсем чуть осталось. И ледяная обезьяна начала нормально, кстати, урона наносить. Так, все, принт тьмы есть. И он, вроде бы, как раз тоже должен наносить большой урон. Так, все, теперь в радиус тут все попадает. И почти первые 50 тысяч мы ему уже снесли. Что, как по мне, непонятный результат пока что. Что-то я так вот подумал. И, ну, действительно, как-то, знаете, нет ничего тут. Такого прям сверхъестественного. Многие на ней писали, что очень крута будет обезьяна-ниндзя вместе с алхимиком. То есть, до великого мастера-ниндзя прокачать, то, может быть, действительно что-то да будет. Но это, правда, очень дорого стоит. Так, обязательно надо использовать скиллы, и почти мы первую форму ему пробили. Так. Давай, давай. Блин, это ж муабы. Муабы нет, и не так прям сильно. Так, все. Теперь мы сделали. Ну, начали, правда, хорошо по урону наносить. Потом, правда, надо будет прокачать алхимика до вечного отвара. Вот вечный отвар, это будет прям тема. Мне так кажется. То это будет прям намного больше урона наносить. Точнее, как, это всех очень сильно апнет, и они будут как раз-таки урон наносить из-за этого. Большой. Сейчас надо 25 тысяч. Все, сразу есть. Как раз-таки будем сейчас пушки отсылать, они будут очень быстро кдшиться, и урона так-то от них немало. Так, половина, уже все. Как-то опасно, слушайте, в этот раз. То есть намного все сложнее. Как мне кажется. Может быть, надо будет побольше сейчас рынков поставить. Мы должны пройти. Тем более, вот как я сейчас отказал. Точнее, как прокачал бомбометатель. О, новый уровень. Подгон. Так. Да, мы должны, в принципе, пройти. Вот сейчас все нормально. Не должно возникать каких-либо прям осложнений. Один центральный рынок еще сейчас поставлю сразу же. В принципе, еще один центральный рынок поставлю. Вы посмотрите, у нас 609 кп, аж. Деньгами их чуть не назвал. Так. Еще сразу же один центральный рынок. Я надеюсь, что у нас потом будет предостаточно раундов до следующей битвы. Надеюсь, что он не на сотом раунде, но, конечно. У него совсем чуть-чуть. Фух. Так, мы справились. Понятно, он на сотом раунде идет. Все-таки на сотом раунде. Так, давайте я тут еще ставлю. Прокачиваю еще один центральный рынок. Еще буду несколько рынков качать. Так, все, теперь немного дальше ускорю. По деньгам уже должно стать все намного лучше. Я не знаю, что ли бы как-нибудь мне сделать. Я бы хотел направить куда-нибудь вот так, что ли, и прокачать его посередине. До мэда я не знаю, успели я прокачать или нет, но это было бы очень полезно. Так, ничего себе они так-то хорошо начали проходить. И надо вот, кстати, вечные шипы, точно, вечные шипы прокачать. Более всего надо прокачать, мне это уже не нравится. Так, вечные шипы есть. Нам теперь надо накопить на алхимика. Надо бы накопить на бедоноласа. Ну, 100 тысяч. Что-то в этот раз у меня хуже деньгами. Вот знаете, я как-то... Поначалу я очень жестко пошел, а потом как-то думал, да хватит, наверное. А сейчас понимаю, что не прям уж и хватит. Хотя начало нам думать прям неплохо. Или нет, или все нормально идет. Я просто уже сам ничего не понимаю. Так, давайте тогда быстренько еще, что ли, пару рынков поставим. Можем себе позволить. Так, вот сюда. И поставим... Да, еще можем один поставить. И, в принципе, все, пока нам столько хватит. Моринков. 98-й раунд. Здесь надо будет, наверное, еще поставить обзенную деревню, чтобы забафать. Ну, так же вот посередине для обезения разведки. И, кстати, Вечные Шипы прям очень сейчас хорошо стали помогать. Их тут и накопилось даже очень много. Так. Сразу же все скиллы юзаем. Так я тут скорость немного сокращу. А Вечный Отвар качаю. Надо бы сейчас быстренько до призыва к оружию накопить. Стараюсь сейчас все скиллы прожимать, не смотреть на хп. Блин, у него 750 тысяч. Ну, я вроде бы и стал сильнее. Тем более Вечный Отвар сейчас будет. Надеюсь, помогать хорошо. Так. Я подумал, я уже 20 тысяч накопил. Ой, понятно. Накопил. Так. А скилл еще, понятно. Его надо дождаться до кд. А что тут второй стоит? 40 тысяч. Может тут уж все юзаю? Вот, все. Теперь они усилились. Больше урона. Так, хорошо. У юзаю, у юзаю. 150 тысяч мы ему уже, кстати, пробили. А сейчас еще Вечные Шипы. А Вечные Шипы здесь ему тоже еще нормально урон нанесут. Ну, вроде, правда, нормально. Они его пробивают. Так, да. 200 тысяч мы ему уже нанесли. И сейчас я, кстати, уже 40 тысяч почти накопил на защиту Родины. Так. И теперь вот с ней урон еще сильнее возрастет. Прямо намного. поэтому все очень даже пока хорошо, как мне кажется. Вот, все, посмотрите так. Ну, по-моему, действительно заметная разница пошла. Вот так бы всегда, знаете, вот, да. Тем более, КД достаточно такой не прям долгий, что нормально. Так, давайте быстренько на центральный рынок пока прокачаем. Кажется, мы вот с тем, что имеем, мы уже сможем добить его. Ух, все скиллы завязал. Так. 106 раунд тем временем идет. Блин, единственное, что меня смущает, чтобы после этого босса сразу новую по ней поспал. Чтобы нам успели дать немного хотя бы поры. Так. Мы уже снесли ему больше половины хп. осталось у него 300 тысяч. Ну, чуть больше, конечно, но нормально, нормально. Пока все прям уверенно идет. Мне кажется, прям не зря прокачали эту защиту родины. Она и приносит нам большой буст урона. Плюс алхимик как-никак со своим вечным отваром. Мне кажется, он тут, как всегда, татья будет. Так. Кстати, можем элитного прокачать тут снайпера. Чтобы он у нас тоже стрелял побыстрее. Так. И все, последняя шкала осталась. 180 тысяч хп. Я теперь знаю, на кого мы точно будем копить. У меня, как минимум, есть три пеллина, которые я хочу накопить. Это летающая крепость, это антишаровик и, ну, и бет, собственно. Все трое как бы очень важны и очень сильны. Надеюсь, что у вас сейчас на игрании все нормально. Идет. Вот единственный минус в том, что как бы здесь нет прям такого урона большого, и что он довольно-таки долгое время проходил и толком-то и не дамажился, я бы сказал. Вот сейчас вот он будет получать урон. То есть этот еще двойной сделал, у него вот последние 100 тысяч уже. Пошли. Так. 110 раунд тем временем у нас. и мы накопили уже 50 тысяч. А нам желательно бы 100. Для начала. Так. Это уже за счет родина использовать не буду. Ух. Четвертый класс пройден. Раз 9 раундов. Кстати, 9 раундов это как по мне очень хороший задел. Плюс он нашим количеством рынков 1100 хп. Это очень здорово. так. Как минимум на обезьяну асу в долетающей крепости мы ее прокачаем уж точно. Может быть даже до антишервика накопим. Блин, я чуть не удержался и не прокачался мэда. Так, обезьяна асу здесь. посмотрите, прям урон намного стал быстрее расти. Очень здорово. Это очень радует. Так, надо вот это вот скиллы все использовать. И мы уже тем временем кстати опять 30 тысяч накопили. То есть деньги идут прям очень хорошо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13. 13 рынков у нас сразу, блин. Именно центральных, вот знаете, не самые обычные. Они ценам дают сразу по 70 и по многу раз. Так, круто! Так, денег много. И на антишаровик мы кстати уже почти накопили. Это мечта пока что у нас очень здорово идет. Пойзово тоже по урону прям у него все очень круто. Так, все тут есть. И кстати давайте я тут сразу же деревню вот так вот прокачаю, чтобы они тоже всех видели. Это даже на нем работает. он кстати вроде бы и так должен был пробивать все виды. Так, через раунд пойдет последний босс. нам осталось накопить 60 тысяч на последнего кого я хочу. потом конечно будем дальше качать. Посмотрим еще кого-нибудь. Обязательно. Не будем же мы просто так деньги оставлять. Можно будет тут потянет. Или где по приколу поставить шпилькомет. конечно так 3 миллиона хп. так ну мы 100 тысяч уже ему пробили. 2000 это конечно пока что ничто. Как бы это странно не звучало. Но в любом случае сейчас мы еще меда прокачаем. Да теперь он у нас есть. И теперь еще должно быть сильнее. Так я лучше подожду сначала вот этого скила. Оба. И теперь мы должны прям хорошо все наносить. Я надеюсь что у вас не подлагивает запись что все нормально. Потому что у меня вроде бы все хорошо показывается. Так давайте тут шпилькомет. Кстати посмотрите как он наносит очень хорошо ее офигеть. Я этому рад. так 700 тысяч мы уже пробили. Это очень здорово. Так я даже не знаю кого сейчас нам еще ставить дополнительного. В принципе можно пробовать вот так просто его знаете наверх прокачать чтобы он дополнительный урон какой-то наносил там его турели все тащили и тем временем кстати первый миллион мы ему снесли. Осталось еще три. Такими же темпами все будет замечательно. так так как у нас тут инженер посмотрите кстати вообще аж пилька мет уже 100 тысяч нанес. так во как тут мы стреляем по урону очень уже много нанес. Так у нас здесь 50 тысяч чтобы нам тут поставить так давайте я сейчас полностью прокачаю вот так вот сделаю чтобы он по малым хорошего урона насел и половина у нас снесена то есть полтора миллиона уже нет у него ну уже даже миллион шестьсот тысяч хорошо что у нас на выходе стоит очень большое количество вечных шипов которые уже накопились не будет очень нам хорошей подстраховкой у нас опять денег много и чтобы нам сейчас бы тогда поставить дополнительного чтобы уж не мелочиться максимально на хоть вот такую какую нибудь пушку полностью наверх ё-ма-я невероятный урон и удивляю двести ну тридц слушайте она уже даже четырц там ом как это ну я понимаю что она станет я знаю что она точно станет но вот на этих наверное так не работает удивительно так 2 миллиона мы ему снесли оставься последний миллион так можно в принципе сейчас я нажму на кнопку чтобы бет стрелял так как я захочу как я поведу рукой так он и будет стрелять чтобы использовать скилл он продолжил кдшиться так и сейчас у нас пойдет самая последняя видимо уже волна 750 тысяч последние кп курсор потерял птшор скажем ура увеличиваем ему урон как всем нашим обезьянам так полмиллиона полмиллиона во теперь уже лучше мы тем временем опять там уже под 80 тысяч накопили но я уже просто пока не знаю на что тратить это пушка 6 тысяч урон нанесла очень полезная абсолютно не жалея потраченных средств на нее так 300 тысяч но сейчас самое гуще события вы знаете прям середине карты где почти каждое строение достает до него поэтому здесь ему прям вот не жить оба так уже 100 тысяч последние хп ну кстати мы 100 тысяч даже накопили так ооо 10 тысяч легко это было очень просто со второй попытки кстати прям все нормально прошли молодцы бланарес повержен деньги медалька трофеи ну и что там еще так домой нет играть снова это нам предостаточно фух элитного открыли может попробую как нибудь потом элитного проходить вам на видео заснять почти 5 тысяч денег накопил уже это очень здорово надо будет потом трофеи на что нибудь потратить а то у меня хоть как то докопятся конечно не так много потому что я одиссея толком не прохожу я сам вопл нариуса не уничтожаю но я надеюсь что вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч